привет друзья вот привезла вас в одно чудесное место сейчас покажу вам вид ну вот такое вот одно из многочисленных мест у нас на острове вот вид на пролив и вот такой вот великолепный ландшафт это такая вот смотровая площадка которых здесь тоже множество вот она организована вот видите люди паркуются и смотрят вот карта написано брэдинг даун это как обычно на всех смотровых площадках тут объяснение небольшое вот мы находимся вот здесь видите и вот этот вот вид что здесь здесь ничего такого особенного они не описывают просто вот великолепный вид панорама огромная территория легко дышится скажем так вот там внизу какое-то очень интересное здание коричневое от если вам видно полукруглая видите вот прямо по курсу внизу на поляне что это такое я не знаю друзья надо будет как-то съездить посмотреть даже не знаю как на него заезжать ну а это вот наши очередные все вот такие вот горы вот такая вот в принципе вот вся англия она вот похоже вот на ландшафтом вот на наш остров который я вам показываю вот небольшие такие лесные массивы а в основном вот пастбище иногда распаханная земля фермерские хозяйства какие-то и между ними вот малюсенькие вилочки и и все это у нас конечно чем хорошо что у нас видите кругом опоясывается этой водой потому что остров куда бы ни приехал везде водичка а если вы приедете на main land вы можете увидеть только вот такой вот ландшафт и холмы небольшие горушки а вот уж воды вы там не везде увидите как у нас ну вот еще хочу обратить ваше внимание видите какая белая почва это вот мел меловые породы преобладают на острове чок называется вот хоть и называется наш остров айло вайт но вайт пишется это не переводится как белый потому что белый пишется по-другому вайт посмотрите наш остров пишется и слово вайт и айло вайт пишется по-разному поэтому почему называется наш остров айло вайт остров вайт я не знаю но не потому что здесь меловые породы как-то вот просто совпало хотя по идее было бы интересно смотрите какой мел даже странно вот все наши клифты они вот преобладающие имеют меловую породу ну вот здесь такое разнотравье видите наверное абсолютно как везде и у нас в россии и это в общем очень странно даже мне потому что я как космополит везде чувствую себя как дома вот у меня многие спрашивают как вы там как вы привыкаете как вы что а вы знаете вот чуть-чуть вот вы едешь куда-то на природу и чувствуешь себя как дома друзья все таки наша планета она имеет абсолютно одинаковый ландшафт абсолютно одинаковую растительность почти большинстве европейских стран она совпадает с нашей российской европейской части поэтому вот я не ощущаю что это не моя земля не знаю почему же говорю космополит ну вот может быть еще вас заинтересует хочу вам показать вот такие вот калиточки здесь почти везде вот смотрите видите вот она открывается на угол от вы вот заходите сюда вот этот вот промежуточек и вы ее закрываете на другую сторону об и уже выходите вот то есть вот таким вот углом она когда бы не было либо так либо так она получается всегда закрыта знаете почему ну потому что здесь пастбище пасутся овцы и не хотят фермеры чтобы овцы куда-то убредали мало ли машина собьет хотя конечно таких вещей не бывает практически здесь но все таки и вы знаете как ни странно вот это вот такая интересная калиточка она называется kiss поцелуй почему не знаю все любят вот рассказывать об этом приезжим особенно кто не в курсе вот такие как я foreign people иностранцы всегда англичане предпочитают провести вас через эту калиточку и обязательно поцеловаться особенно если это молодой человек то значит вот он говорит что это калиточка kiss gate называется и вот пропуск только поцелуй вот так вот иногда шутят такой так называемый английский юмор да очень тонкий и вот посмотрите опять в этом английском канале если вам видно друзья надеюсь что до 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 в ближайшей видимости 9 кораблей стоит огромных на причале баржа корабли это вот такая акватория перед самым в как сказать входом в наш пролив солонт и перед выходом туда в ла-манш европу вот они как раз проходят вот здесь и не знаю почему но они очень часто здесь стоят на причале а еще друзья знаете что хочу сказать рассказать вам вот у меня спрашивают тоже мои подписчики вот я гуляю но сейчас видите все посохло жара все таки хоть и август вы знаете начало августа сегодня у нас 4 по моему августа суббота вот но тем не менее стоит жара и все посохло как вы видите да даже как ни странно все любимые газоны английские которые всегда видятся нам зелеными вот они сейчас посохли и они выглядят в общем-то жалком очень жалком зрелищем но я не об этом значит вот когда был начало июня и я снимала вам видео тоже вот такой от разнотравья и у меня люди спрашивают наши а можно ли рвать вот эти вот цветочки тут которые огромном количестве кругом произрастают в англии дикие цветочки я имею ввиду вот как здесь и я вам знаете что скажу вот как-то не приветствуется у них вот это еще раз хочу подчеркнуть понимаете вот даже никогда я не видела чтоб кто-то из них рвал 2 как мы вот рвем венки и плетем знаете запросто это все букеты несем из леса нет тут такого не приветствуется никогда я не видела чтобы англичане что-то рвали и даже как мы вот русские приезжаем мы начинаем что-то собирать рвать если они увидят они вам скорчат рожу такую знаете унылую и некоторые могут даже и пожаловаться что вот вы рвете цветочки то есть у них это абсолютно не приветствуется была такая история что мы с подругой поехали шиповник лист листья шиповника собирать не сам шиповник зрелая ягода а вот в июне в мае по даже когда он цвел и она говорит ой у него такой запах и вот эти листья листики от цветов шиповника добавлять чай и мы поехали вот на какой-то горушки абсолютно вот вот такое вот ничейное место скажем так мы стали эти листья шиповника собирать и проходили люди англичане несколько человек и они очень уныло спросили а зачем вы это делаете за красивые цветы не надо зачем же вы но и моя подруга начала им я ничего конечно не стала говорить я и так то вообще-то стесняюсь она начала им объяснять что ой чай ти вот добавлять но они так вроде хихиха ха но вы знаете вот не нравится им не хотят пусть растет настоящее так вот вот такие вот англичане много у них таких заморочек всяких ну вот пожалуй я вам показала еще одну смотровую площадку нашу вот значит вот этот вот меловой чок грунт я говорю он и на недал с тоже вот я вас свожу туда на недал с это самый западный мыс нашего острова и лавайт он очень распространенный показывается на всех видах очень красивый не дал с этой иголка и вот там такие иглами несколько значит меловых таких торчат скал из них уже по моему три штуки обвалилась упали разрушились к сожалению это неминуемо вот вода подтачивает все это валится и боюсь что скоро мы даже не сможем созерцать все это настоящим времени а будем только смотреть как это когда-то было в общем на открытках на картинах и на фотографиях поэтому друзья тоже следующий раз вас обязательно свожу накажу вам этот не дал я почему до сих пор не собралась то что это очень далеко друзья это наверное где-то больше 20 миль в километрах умножайте на 16 значит это очень далеко 32 километра просто так туда потом обратно и там скоростная трасса что-то как-то мне вот надо собраться я конечно много раз была на с вами не ездила съезжу обязательно вот ну а на этом друзья я свой обзорчик с вами заканчиваю надеюсь что вам понравился очередной вид на нашем острове лавайт приезжайте все сюда в гости всего вам доброго берегите себя пока пока